11 февраля международный день женщин и девочек в науке по подсчетам юнеско в мире средняя доля женщин исследователей составляет 33,3 процента в россии этот показатель выше женщины составляют около 40 процентов ученых сегодня россиянки успешно работают в разных отраслях науки моя научная работа связана с исследованием биологической коррозии и поиском мер защиты посредственно от нее металл и металл конструкции на их основе потери связаны с срушением коррозионов они очень глобальны это все экологические катастрофы это мировая проблема над которой работает очень большое количество ученых средство способное защитить металл от коррозии станет прорывом в области всей современной промышленности она позволит на долгие годы сохранить трубопроводы транспорт станки от ржавчины и разрушения ближайшие планы попробовать образцы на нефтеперерабатывающих предприятиях потому что наверно нефтеперерабатывающие опыта глобально больше всего страдает вот как раз биологической коррозии как подземные трубопроводы так и наземные трубопроводы масштабные исследования проводят россиянки и в области генетики наша цель а отсеквенировать то есть определить полную геномную последовательность 100 тысяч россиян и сформировать самую крупную стране базу данной генетической информации человека полученная информация позволит установить взаимосвязь между генетическими особенностями и медицинским состоянием этническим происхождением и какими-то фенотипическими признаками результаты исследования помогут предотвращать наследственные заболевания упростят постановку сложных диагнозов и позволят быстро подобрать эффективное лечение наша база данных будет заряжать более 100 народностей которые проживают на территории страны большая и географические разделенные российские женщины исследователи внесли вклад в открытие новых современных материалов ученые из мгту имени баумана создали биополимер который облегчает манипуляции с клетками тканями живых организмов разработанный материал перспективен для мягкой робототехники то есть с помощью него можно манипулировать мягкими объектами клетками структурами клеток которые по консистенции как медуза то есть металлическими захватчиками их переносить нельзя и соответственно это имеет большое значение для биомедицинских технологий совершения операций и разработок новых органов и имплантов создавать этот материал можно с помощью 3d принтера 3d печать является крайне перспективной востребованной технологией она позволяет быстро получать материал она недорогая масштабируемая и уже сейчас она используется как для печати домов то есть больших объектов так и для печати органов то есть малых объектов сложной структуры у каждого ученого свой путь в большую науку и с каждым годом все больше женщина решает его пройти их открытия и исследования ежедневно меняют мир и делают его лучше для науки не важен пол мужчина или женщина главное чтобы был интеллект высокий чтобы была нацеленность на результат и честность в представлении данных замечательно то что нет какой-то действительно сепарации науки все делают то что им нравится делать потому что без работ одних работа других группы не будет не будет приносить таких результатов главный гореть главный хотеть заниматься на украине что-то новое создавать сегодняшний день призван напомнить что женщины играют важную роль в научном и технологическом сообществе в том числе все 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 все